Исламские активисты делают признание под давлением силовиков. Совет улемов Таджикистана разрешил не посещать пятничную молитву госслужащим. В Таджикистане растет число безработных. Режим Арахмона установил тотальный контроль над СМИ. УВД Сагдийской области Таджикистана подготовило телевизионный материал, в котором бывший имам Хатыб мечети Таква Арифджон Эргашев признается в принадлежности к исламской группе братья-мусульмане. В своем признании он также говорит «Я получал деньги от иностранцев на создание исламского государства». В УВД области заявили, якобы Эргашев после задержания сообщников по обвинению в принадлежности к запрещенной организации братья-мусульмане бежал за границу. Следует отметить, что ни для кого не является секретом, каким образом правоохранительные органы Таджикистана добиваются признательных показаний от задержанных. И тем более в данном случае, когда признание в причастности к группе братья-мусульмане является сомнительным, так как реальной деятельности этой организации в стране не наблюдается, не говоря уже о целях по установлению исламского государства, чем эта организация неизвестна. Совет Улемов Исламского Центра Таджикистана ответил на вопрос «Становится ли мусульманин грешником, если не посещает обязательную пятничную молитву?» На вопрос одного из посетителей сайта «Становится ли грешником мусульманин государственный служащий, если не посетил обязательную пятничную молитву по причине того, что руководство запретило посещать пятничную молитву?» Ответ Совета Улемов был следующим. «Положение государственных служащих относится к категории тех, кому разрешено не посещать обязательную пятничную молитву, поскольку у них имеется уважительная причина. Следовательно, они могут совершать полуденную молитву вместо пятничного», – ответил Совет Улемов. Отметим, что подобные противоречащие исламу фетвы со стороны Совета Улемов звучат далеко не впервые. Ранее экс-председатель Комитета по делам религии, а ныне депутат парламента Абдурахим Холиков заявлял, что согласно Трудовому кодексу сотрудники предприятий и организаций могут совершать намаз только в нерабочее время. По его словам, в рабочее время необходимо работать, а намаз совершать в свободное от трудовой деятельности время и в местах, определяемых законодательством. Примечательно, что согласно всем исламским мазгабам, включая ханафитский, посещение пятничной молитвы является обязательным действием для всех мужчин, достигших полувозрелости, кроме исключительных обстоятельств – путешествия, болезнь, угроза жизни и т.д. Таким образом, оставившие пятничную молитву без уважительной причины совершают грех. И это мнение ханафитского мазгаба, о котором мнимо заботится Совет Улемов Таджикистана. Из-за экономического кризиса в Таджикистане население столкнулось с новой волной безработицы. По данным Агентства по статистике Республики Таджикистана, за первый квартал текущего года в вынужденные неоплачиваемые отпуска было отправлено 5400 жителей страны. Как отметил юрист Луфулло Салихов, в настоящее время большинство наших предприятий увольняют своих сотрудников из-за банкротства, так как не являются больше платежеспособными. Такие сотрудники могут обратиться в службу занятости населения, которая в течение трех месяцев будет выплачивать компенсацию по безработице в размере 400 сомони. Из-за финансового кризиса в России большинство таджикских мигрантов, которые обеспечивали свои семьи на родине, потеряли свои рабочие места. Еще два года назад мигранты ежегодно отправляли в Таджикистан более 4 миллиардов долларов США, что составляло половину ВВП страны. Безработица мигрантов повлияла и на внутренний трудовой рынок. В прошлом году большинство государственных предприятий страны начали сокращать численность сотрудников. Фердав Сполоди, молодой таджикский экономист, сказал, что если 1% жителей Таджикистана лишатся своих рабочих мест, то это будет равносильно потере 1% доходов государства или ВВП. Основной материальный источник доходов государства – ВВП. Снижение объема ВВП имеет негативные последствия со всех сторон. К примеру, снижается покупательная способность населения. Поэтому обеспечение рабочими местами, пусть с низкой заработной платой, но сдерживает снижение объема ВВП, говорит он. Тем временем, ряды безработных в Таджикистане увеличиваются. По данным агентства по статистике, официально в стране зарегистрировано почти 55 тысяч безработных. Эксперты полагают, что фактическое число безработных в Таджикистане в разы больше. Режим Рахмона установил тотальный контроль над СМИ. А цензура в сфере аналитики достигла своего пика из-за преследования властями тех, кто пытается дать объективную оценку происходящим событиям в стране. Аналитики, журналисты и редакторы вынуждены оставить свою работу, покинуть страну или же подстроиться под дудку властей. В противном случае, жизнь работников СМИ находится под угрозой. Об этом в интервью Institute for War and Peace Reporting сообщил таджикский журналист Ибрагим Усмонов. У таджикских СМИ есть два пути. Первый – полностью подчиниться режиму и восхвалять власти, так они смогут обезопасить свое положение. Другой путь – действовать на свой страх и риск и продолжать готовить критические материалы. Заявил он. Подобного кризиса в сфере СМИ в Таджикистане не наблюдалось еще с 90-х годов. По данным международной организации «Репортеры без границ», в 2016 году Таджикистан занял 150-е место среди 180 стран в рейтинге давления властей на СМИ. Как отмечают эксперты, причиной подобного контроля над СМИ является опасение режима за собственную власть. Ведь в последнее время в народе Таджикистана пробудился интерес к политическим событиям в стране, а объективная оценка, даваемая событием, разоблачает преступность режима. И это, как правило, представляет серьезную угрозу режиму. В связи с этим режим Арахмона и усиливает тотальный контроль над прессой, несмотря на критику со стороны международного сообщества, таким образом пытаясь сохранить свою преступную власть. Продолжение следует...